Таши Делек, с вами Буддистка Кэт. Здравствуйте, дорогие зрители! И сегодня мы наконец-то приступаем к проращиванию. Будем проращивать гречку зеленую, алтайскую. Привезла из Минска. И будем еще проращивать маш, или как его тут еще называют, мунгдал. Зеленые такие бобовые семена. Что нам еще понадобится? Емкость. Я беру вот такую пластмассовую. Водичка понадобится. Приступаем. Решила я вместе проращивать. Попробую, что получится. Вот такого количества нам на пару дней хватит, когда она прорастет. И что мы с этим делаем? Мы это просто заливаем водичкой. Вот так. Хорошенько заливаем. И оставляем часов на 8. Зернышко будет вбирать в себя воду. Будет потихонечку оживать. Вот мы пока ждем. Обычно я это на ночь заливаю. И утречком уже проверяю, как тут себя зернышки чувствуют. Вот так вот, чтобы водичка их покрывала. Чтобы они полностью были в водичке. Но они и дышать они тоже, в принципе, будут. Маш, гречка, это такие, знаете, ребята, которые они неприхотливые. Их залил и забыл. И они прорастут в любом случае. Главное, чтобы были живые семечки. Вот это самый главный аспект в нашем деле. Ну что, ждем, дорогие друзья. Вот смотрите, прошло несколько часов. Водичку уже вот впитывают потихоньку, семена. Их можно немножко перемешивать. У нас тут достаточно жарко. Их можно, ну, промывать. Я их буду промывать, но, наверное, попозже. Пока пусть еще немного постоят. Прошло около 12 часов. Может быть, чуть меньше. Я решила переложить семена на вот эту тарелочку. Как-то им тесновато уже стало. В той голубенькой. Что у нас происходит здесь? Уже семена набухли. И даже показываются первые вот такие вот росточки. Ах, убегают. Не знаю, видно или нет. Но вот уже проклевываются. Видно, что семечки живые. Единственное, что может появиться такая как бы пенка или пленочка. Может быть, появится запах. Тогда обязательно нужно семена промывать в друшлаке под проточной водой. Просто сгребайте все в кучу и промывайте. И оставляйте их вот такими вот влажными, чтобы немного воды было. Можно слегка перемешивать, если сухо очень или тепло. Если вода, влага испаряется. То есть можно накрыть влажной тряпочкой вот это вот все дело. И тогда все будет прекрасно. Скоро уже прорастут. Покажу. Готовая скоро, надеюсь. Не, это самое, не видно на камере пока, но уже скоро-скоро. Вот-вот. Вообще гречка и Маш это самые скоростные такие ребята, которые быстро прорастают. Так что ждем. И так я немного потерялась во времени, но прошло примерно уже больше суток. Вот можем наблюдать, что вот проклюнулись проросточки. Все в порядке, семена живые. Только нужно дать им еще немного времени. И прямо уже они будут прорастать, прорастать с невероятной скоростью. Так что мы все еще ожидаем. Итак, прошло уже около двух суток. Как видим, Маш достаточно так хорошо проклюнулся. Примерно вот в таком вот его виде можно есть. И в таком его виде лучше положить в холодильник, чтобы дальше не рос. Потому что потом уже будет непригоден несколько в пищу. И начнет уже усыхать, понятное дело, без воды, без земли. И, ну да, лучше проращивать не в больших количествах, чтобы все это скоренько скушал. Прорастил-съел, прорастил-съел. И вот если видно, то греча немножко за это самое затормозила. Скорее всего, потому что Маш тут задоминировал. И чуток не хватило ей то ли воды, то ли чего. Для себя сделала вывод, что лучше проращивать по отдельности. А вот, чего и вам советую. Ну все для опыта, все для чего-то надо. Все прекрасно в этом мире. Вот такое видео про ростки у меня получилось для вас, дорогие мои. Надеюсь, оно будет для вас полезным. Но я старалась. Проросточки можно использовать куда угодно. В коктейли, в каше, в смузи. Вообще, куда фантазии хватит. В салаты там. Даже вот вообще в основные блюда. Просто добавите горстку боевую. Блюдо приобретет новый вкус. И станет еще полезнее. А я вам желаю всего самого доброго, светлого, прекрасного, крепкого, крепкого здоровья. Чтобы все было супер-пупер круто. Я вас очень люблю. Шлю лучики добра и любви. До новых встреч. Пока-пока. Там полотенце висит. Вы на него не смотрите. Заеба посмотрите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.